Здравствуйте! В эфире телекомпания Круг новости недели. Только самые интересные события и темы минувшей недели для вас подготовили наши корреспонденты. В студии Александр Катунцев. Сегодня в нашей программе вы увидите. СБУ в Одесской области вновь не отреагировало на очередное доказательство российского гражданства Геннадия Труханова. Благоустроители – вредители. На улице Екатерининской подвергают гибели десятки деревьев. Провести расследование по факту антисемитской пропаганды в Одессе требуют омбудсмен Верховной Рады и Министерства иностранных дел Израиля. Автопробег за отставку прокурора Одесской области Олега Жученко провело всеукраинское объединение «Автомайдан». Одесса вновь осталась без мэра. Одесский городской голова решил отправиться в очередной отпуск. На этот раз более длительный, чем все предыдущие. На рабочем месте Геннадия Труханова не будет 22 календарных дня. Вместо него исполняющий обязанности городского головы назначен первый заместитель Анатолий Орловский. Судя по всему, отчета мэра перед одесситами все-таки не будет. Ну, просто потому, что отчитываться, собственно, перед горожанами некому. Может, случайно так получилось, а может, Геннадий Леонидович именно так все рассчитал, но только вместо обещанных публичных подведений итогов собственной деятельности наш голова решил отдохнуть и отбыл в очередной 12-й по счету выходящем году отпуск. Да-да, 12-й. Вы не ослышались. Именно столько раз Геннадий Труханов покидал свой кабинет и отбывал на незаслуженный отдых. Судя по всему, в отпускном деле наш Геннадий Леонидович совершенно себя не щадит, ибо только в официальных отпусках он побывал дюжину раз, а если подсчитать неофициальные двух-, трех-, пятидневные отлучки нашего мэра из города и полуофициальные командировки, ну, вроде той, которая случилась у нашего мэра буквально накануне, скоропостижного ухода в очередной отпуск. Неделю назад Геннадий Труханов уже покидал свое кресло. По версии горсовета, он отправлялся в город-контрастов Стамбул, чтобы, значит, напомнить турецким друзьям об обещанных Одессе 30-ти стамбульских автобусах. Но то ли нужен ему берег турецкий, то ли еще какая страна поманила Геннадия Леонидовича. Только взял наш мэр да и выписал себе очередной отдых. Самый длительный в выходящем году. На целых 22 дня и 22 ночи. И пообещал вернуться лишь к 18 январю. И тут, конечно, начинают терзать смутные сомнения. А почему так часто уходит наш Геннадий Труханов отдыхать? И от чего, собственно, он так устает? Если он так часто бывает в отпуске, что, кажется, не только не успевает перетрудиться, но и даже не начинает этого делать. Причем исключительно по причине постоянного отдыха. Может быть, спустя три года после начала мэрского пути он все-таки начнет работать на своем рабочем месте. Так, как это делают инженеры, врачи, учителя, дорожные укладчики Трухановской плитки, которым в нынешнем году, кажется, уложили все, что можно и не нужно. Причем по нескольку раз. Почему они работают, а Геннадий Леонидович все время занят собственным отпуском? Тогда вопрос. Чем таким он занимается в свой отпускной период, если для него это намного важнее города? И кем и с кем тогда работает наш мэр на самом деле? Потому что в качестве головы он работает исключительно в оставшиеся от многочисленных отпусков календарные будни. Пока складывается впечатление, что городским головой в Одессе он скорее подрабатывает. Свободное от основного вида деятельности время. Причем даже по праздникам. Даже перед Новым годом. К слову о праздниках. Отсутствие головы плохо сказалось на всем корпусе. Социальные сети облетели праздничные фотографии с предновогоднего депутатского корпоратива. Нет, конечно, мы знали, что на корпоративах после определенного количества спиртного готовы все. Но чтобы еще до стало быть всегда готовыми, это надо быть настоящим пионером. Причем партии доверять дела. С другой стороны, как советовала великая Фаина Раневская, пионеры, возьмитесь за руки, идите в общем туда, где вас давно заждался ваш электорат. И можете это считать новогодним тостом. Спустя месяц после вновь обнаруженных СМИ фактах о регистрации гражданина Труханова в фискальной службе Российской Федерации, редакция телекомпании «Круг» получила, наконец, на свой запрос официальный ответ от управления СБУ в Одесской области. После очередного скандала с российским гражданством Труханова, вернее, после опубликованного киевскими журналистами документа выдержки из реестра налоговой, то есть фискальной службы РФ, зарегистрировавшей Геннадия Труханова на тот самый номер паспорта, который уже неоднократно всплывал в СМИ в связи с панамскими офшорами, телекомпании «Круг» был направлен официальный запрос в региональное управление СБУ с просьбой подтвердить данную информацию. Хотя, казалось бы, какое еще подтверждение нужно? Вот оно, черным по белому, задокументировано все в лучшем виде, причем задокументировано службами РФ. Хотя бы ради галочки могли и наши профильные службы постараться. И вот какой спустя месяц после отправления официального запроса мы получили ответ. Причем получили его уже от нового начальника СБУ в Одесской области Александра Довженко, сменившего на своем боевом посту предыдущего начальника ведомства Батракова. И так в редакцию «Круга». Лично от начальника управления Александра Довженко. Цитируем. За результатами розгляду вашего звернення від 24-го, 11-го, 17-го року повідомляємо, що позиція щодо порушеного вами питання региональним органам СБУ прилюднена ще в квітні минулого року. Тоді громадськість була проінформована про відсутність в управлінні СБУ Одеської області інформації про ознаки вчинення мерам Одеси кримінальних правопорушень, розслідування яких відносяться до компетенції СБУ. Додатково повідомляємо, що в кримінальних провадженнях, які розслідується слідчими управління СБУ в Одеській області, повідомлення про підозру в чиненні кримінального правопорушення Троханову Г.Л. не здійснювалося. Коментувати поширені в ЗМІ версії і припущення управління СБУ не уповноважено. Конец цитати. Можна даже сказать полный конец. Тут прекрасно все. Начинают посилы СБУ к собственному ответу за априль 2016 года, тогда как вновь всплывшая информация датируется концом ноября нынешнего года і являється на їх родном языке вновь открывшимися обстоятельствами, который, если переводить на человеческий, как бы говорит о том, що в ноябре було ще одне підтвердження факта российського гражданства. Але наша СБУ, як казалось, неуполномочено комментировать. Даже більше того, судя по всему, а ну кем-то уполномочено вообще ничего не делать по этому поводу, в смысле, никак не расследовать. Да и зачем ему СБУ это надо? В Одессе есть более важные вещи, чем, например, гражданин государства-агрессора, который не только платит налоги этому самому агрессору, но и как военно-обязанный гражданин в любую минуту может быть призван для несения срочной военной службы, что совсем не из области фантастики, особенно если вспомнить, что на Востоке с участием этих самых военно-обязанных российских граждан идут боевые действия. А тут на блюдечке с голубой каемочкой целый мэр целого стратегически важного города Украины, российский гражданин, и СБУ вообще ничего такого в этом не видит. Оно вообще ничего не видит. А между тем, подобная слепость может привести к очень печальным событиям. Собственно, это происходит уже в отдельно взятом украинском городе Одессе, городе, которым правит господин с российским паспортом, пропиской и гражданством. Наш город вновь стал героем сюжетов столичных телевизионных СМИ. Летний театр в Одессе и расправа над активистами, которые его защищали от застройки, а также кто стоит за данными событиями, об этом рассказали украинские журналисты «Следство.Инфо» в своем новом телевизионном проекте. Авторы нажимевшего фильма «Капитан под триколором», в котором украинские журналисты опубликовали документы панамских офшоров, зарегистрированных на имя одесского городского головы, а также весьма убедительно доказали наличие российского паспорта у Геннадия Труханова, снова обратили внимание на то, что происходит в Одессе, и провели собственное расследование, поимевшим в Одессе место событиям. Речь идет о решении Одесского гурсовета, давшего разрешение на застройку летнего театра, а также о том, почему отстаивавшие его активисты теперь обвиняются в противоправных действиях. Более того, им приписывают то, что эта акция была проплачена. Это идет от городского головы. Все органы под контролем, и прокуратура, и полиция, и суды, и так далее. И тут строить мое в летнем театре бизнес-партнеры Геннадия Труханова. Мы сейчас проверяем информацию, что некоторые, скажем так, опять в кавычках, псевдоактивисты получили денежные средства. Более 50 тысяч гривен для организации именно конфликтной ситуации. То, что произошло на самом деле в городском саде Одессы, кто и почему пытается его захопить? И почему через это уже пролилась первая кровь? Автор сюжета Александр Курбатов напомнил, что еще год назад, летом 2016-го, активисты узнав о грядущем строительстве в летнем театре, уже били тревогу. Однако тогда Геннадий Труханов клятвенно пообещал, что летний застраиваться не будет. Мер міста Геннадий Труханов особисто пообіцяв у 2016-му році сприяти поверненню летнего театру Одесситам. Втім, незабаром, летний театр знову зачинився, а компанія Солинг, яка довела театр до зубожиня, отримала на додаток до руин, чей всю його територію в оренду. Автор расследования пришел к выводу, что это традиционная схема разворовывания земли в Одесе. Саме так у Миста Ведебралы Старосинну площу. Два маленьких здания на площади, схема туалет, в прямом смысле туалет, становится собственностью компании, которая аффилирована с Трухановым, частной компанией. После этого вся площадь отдается в аренду под застройку и застраивается. При этом, как отмечает автор сюжета Александр Курбатов, когда городская власть увидела, что летний театр пришли защищать не только сотни активистов, но и более тысячи самых обычных одесситов, а на власть поняла, ее намерения раскрыты. И тут очень удачно случилась стычка активистов с правоохранителями. Я такого еще раньше не видел, когда полиция просто развивалась, что их было комбьет голову, сотрудники в этой форме. Не знаю, насколько правильно их называть полицейскими, но как есть. Наслідком зиткнень стало поранення начальника обласної полиції, в якого кинув камень невідомий, кількох активистів і поліцейских. Участники акції протесту затримали кількох провокаторів, що намагалися роздмухати конфлікт. Але поліцію вони не зацікавили. Арешти почалися за кілька днів. За звинуваченням у масових заворушеннях. Несмотря на то, что власть начала откровенное преследование активистов, их акция, что называется, не прошла даром. И прокуратура все-таки вынуждена была отреагировать на предполагаемую застройку летнего. Вимагаемо скасувати дозвіл про проведение будивельных работ подприемства на территории так званого міського саду в центре города Одессы. Фирма, яка отримала вкористування землю под летним театром, не має навіть власної интернет-сторінки. Телефон директора нам дають посадовці з умовою, що ми їх не назвемо. Нам доводиться їхати шукати компанію «Солінг» за її юридичною адресою. Как выяснил автор расследования, фирма «Солінг», владеющая летним театром, находится на Балтской дороге 42. Вот эти руины, принадлежащие бывшему уже заводу «Большевик», и есть юридический адрес компании-застройщика. Цю землю отримав власник «Солінгу» – Дьомідзгонник. Але роботи тут вестими ще одна повязана з ним компанія – «Будова». Компанія «Будова», по сути, все знают в Одесі, кому она принадлежит. Это бизнес-партнер главного одесского мэра, так называемый, как его называют, смотрящий за горсоветом – Владимир Галантерник. И эти же компании, связанные с теми же Галантерниками, вот как за этот год было около десятка скандалов земельных, в которых они участвовали. Володимир Галантерник еще 2006-му был депутатом Одеської областной ради. Але потім старанно зачистив згадки про себя и перебрався до Лондона. Галантерник – эта фамилия звучит все чаще, когда речь заходит о творящемся в городе беспределле. Повязані з Галантерником компанії часто отримують найдорожчую одеську землю и объекты нерухомості без конкурсов и аукционов. Колишній заступник генпрокурора Девіце Кварелідзе назвал Галантерника представником клану Ангерта. Олександр Ангерт на прізвисько Ангел – плывовый діяч криминального світу Одессы, с которым тесно был связан и мэр Одессы Геннадий Труханов. Літній сад мав стати черговым трофеем Галантерника. Але завдяки активистам и воле Одесситів сьогодні там гуляють батьки и діти. То, что Министерство культуры вернуло Летний театр в границы городского сада – только подтверждение того, что вышедшие на защиту Летнего театра Одесситы были абсолютно правы. Однако до сих пор обвинения с активистов не сняты. Нападение на журналиста и оскорбление полицейских при исполнении служебных обязанностей совершила пьяная чиновница-водитель из команды Геннадия Труханова. Поведение соратницы мэра стало предметом расследования. Вечером в субботу поступил звонок от Одессита. На Люздорфской дороге в районе юго-западного массива он заметил машину, ехавшую с нарушением правил дорожного движения. Временами скорость достигала 120 км в час. Остановить ее полицейским удалось лишь в середине улицы Пушкинской. Вместе с женщиной-водителем в машине был ребенок. Она вела себя неадекватно, бросалась в драку с оператором, толкала и ругала полицейских. Подождите, давайте я сейчас пришла. О, это за ***. Почему так это? Она не верьте. Сознакомливаясь с вашими правами 163 Конституции Украины. Она говорит о том, что лицо не несет ответственно за вас давать какие-то... Показания против себя, членов семьи... Пошла, ты, на. Дальше. Я вас ознакомлюсь с 268. Вы имеете право дать пояснение, заявлять, когда тайска восходит с документом Баха Курбачева. На вас будет составлен протокол по части первой статьи 130. Иди, на. Нарушительница употребляла и нецензурные выражения. Показывала неприличные жесты, что зафиксировано видео и фотосъемкой. Пройти алкотест отказалась. В конце концов, машину отправили на штрафплощадку. Материалы были оформлены в присутствии понятых, так как присутствовали все признаки алкогольного обтянения. Суд будет принимать решение по части первой статьи 130. Это управление транспортом в нетрезвом состоянии. Что грозит, это штраф 10 200 гривен и лишение права управления автомобилем на год. Пользователи интернет-сетей опознали нарушительницу. Это Диана Терновенко, заместитель директора департамента предоставления административных услуг городского совета. Позднее информацию подтвердил сам Геннадий Труханов и пообещал принять кадровое решение. Посмотрим, будет ли уволена нарушительница и по какой статье. Александр Виноградов, Сергей Коняхин, телекомпания КРУГ. 5 миллионов гривен, выделенных из общественного бюджета на проект «Город без пыли» остались неизрасходованными. Так называемые работы по благоустройству Екатерининской пока остановились на середине улицы. Между тем, даже то, что коммунальщики успели сделать, уже поставило под угрозу существование часть растущих здесь деревьев. Последние полтора месяца перед Новым годом городские власти принялись в срочном порядке осваивать денежки, выделенные из общественного бюджета на проект «Город без пыли». В принципе, смысл этого проекта уже изначально вызывал массу сомнений, ибо предполагал не только укладку плитки на Екатерининской улице, но и оснащение зеленых насаждений клумб вместо аутентичных литых оградок с странными конструкциями с не менее странным содержимым белой галькой, которую потом коммунальщики заливали непонятной цементирующей камни смесью. Реализация проекта Петра Ионова «Город без пыли» на улице Екатерининской и улице Решильевской подтвердила мои худшие опасения. Все оказалось даже хуже, чем можно было предположить. Где-то две недели тому назад я сделала первую фиксацию того, что они натворили. И на фотографиях хорошо видно, что они, в принципе, такие пожилые деревья, у которых есть достаточный еще резерв жизни, они фактически превратили в аварийные. Общественный активист Светлана Подпала прекрасно знает, о чем говорит, ибо в отличие от товарищей, выполнявших работу, она понимает, какой вред может нанести, и уже нанесли подобные действия коммунальщиков. То есть, что они делают? Оголяют корни деревья, вынимают 30 сантиметров грунта, у многих деревьев корни и так приподняты. И убирая эту землю, коммунальщики подвергают риску того, что они могут упасть уже нынешней зимой. И то, что корни присыпаны песочком, белым гравием и залиты какой-то смолой, которая потом, мягко говоря, просто склеивает эту массу, ничего хорошего в будущем деревьям не сулит. Как считает Светлана Подпала, то, что влага будет проникать в достаточном количестве при нашем климате фантазий авторов проекта и тех, кто решил на этот сомнительный проект деньги выделить. Сашинцам нужен интенсивный полив, теплый период, но для того, чтобы он был возможен, ничего здесь не предусмотрено. В ходе вот этих вот работ, которые выполняют, ну, неквалифицированные рабочие, это видно, и выполняют без какого-либо надзора, вот как со стороны подрядчика, так и со стороны зелентреста. Светлана обратилась ко всем причастным к благоустройству управления. Мы предупредила о необходимости решить проблему в ручном режиме, приостановить работы и провести оценку состояния деревьев на оставшихся участках и отметить те, которые нельзя трогать категорически. Но чиновники делают вид, что не понимают последствий, пытаются дистанцироваться от своей причастности к этому сомнительному и опасному благоустройству. То есть происходит обычно самоуправство, оплаченное деньгами городского бюджета, напомним еще раз, пятью миллионами наших с вами денег. Я разговаривала с представителем подрядчика, и он очень так вот оптимистично сказал мне, ну, все в порядке, вот рабочие же, они же не специалисты, они же не могут разбираться вот в этом так досконально, вот чего же я не обратилась раньше, вот не нашла его. Ну, вот найти его было, в общем-то, не так уж просто, потому что никаких табличек о том, кто эти работы производит, нет. Но если кто-то надумал облегченно вздохнуть по причине того, что эти бездумные и вредительские работы приостановлены, радоваться не стоит. Остаток пятимиллионной суммы, выделенной на данный варварский проект, будет успешно доосвоен уже в начале следующего года. Антисемитская акция была осуществлена ночью 25 декабря. На воротах и зданиях бывшей Бродской синагоги, Еврейского культурного центра и музея Холокоста обнаружили надписи оскорбительного содержания. Эту видеосъемку выложило в сети Всеукраинское общественное объединение «Украинские санитары». Мы собрались у главного раввина и приняли решение о том, чтобы отправить обращение во все структуры, высшие структуры власти нашей Украины. Это президенту, это премьер-министру, это Авакову, министру внутренних дел, это Луценко, генеральному прокурору, это СБУ Украины, Грицуку, это в Одессе губернатору и мэру. Антисемитские акции случались и раньше, как в Одессе, так и в районах области. Очень слабая реакция правоохранительных органов. Дело в том, что было несколько нападений до этого на наш музей Холокоста, до этого. Расследовать факты антисемитского вандализма считает необходимым и председатель Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Григорий Немыря. Как председатель Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений решительно осуждают подобные действия, которые недопустимы для цивилизованной страны и являются ничем иным, как попыткой посеять вражду в обществе. Любые проявления антисемитизма и нетерпимости по признаку национальной принадлежности, тем более осквернение культурных и исторических памятников, являются антигосударственными действиями, направленными на разрушение мирного сосуществования граждан Украины разных национальностей в это нелегкое время для нашего государства. Министерство иностранных дел Израиля потребовало у правительства Украины принять самые решительные меры для искоренения антисемитских явлений и привлечь виновных к ответственности. Александр Виноградов, Юрий Рух, телекомпания КРУХ. Прокурор Одесской области Олег Жученко должен уйти со своего поста. Это требование выдвинули члены городской организации всеукраинского объединения «Автомайдан». 23 декабря общественники провели автопробег за отставку прокурора. Акция «Автомайдана» продолжает протестное движение одесских общественников. Олег Жученко, занявший свою должность в 2016 году благодаря прокурорскому «Майдану», не оправдал надежд горожан. У нас больше, чем достаточно форм, чтобы помочь его отставке за его провальную работу, за то, что он позволил себе у ответ на защиту общественной власти закрывать активистов, в тот же время проваливать общественные важные дела. Мы сегодня, представители разных организаций, вошли к автопробегу «Автомайдану», чтобы показать, что формата протеста есть очень много. Автопробег стартовал от здания областной государственной администрации на Канатной и прошел к областной прокуратуре. Участники акции развернули плакат со списком уголовных производств, ход которых, по их мнению, искусственно тормозится прокурорским следствием под руководством Олега Жученко. В последние дни были переговоры с очевидцами областной прокуратуры и очевидцами областной полиции. Стосовно того, что будут переквалификованы дела по активистам, которые сейчас узнают тиск от влады за то, что принимали участие в защите летнего театра. Нам пообещали, что эти дела, у нас есть список не меньше 20 дел, которые не расследуются необходимым образом, что будут движения в этом плане. Общественники не уверены в том, что очередные обещания будут выполнены. Они уже не раз сталкивались с обманом. После трех лет приходится опять ездить по домам к прокурорам, потому что такое впечатление, что они сегодня возглавляют организованные преступные группировки. И все те дела, независимо, они хозяйственные, направленные на активистов, либо по избиениям неравнодушных людей, они не просто лежат мертвым грузом, они просто тормозятся и не расследуются. От прокуратуры антипрокурорский автопробег отправился на площадь 10 апреля. Как говорят общественники, формально Олег Жученко ютится в скромном прокурорском общежитии. На деле у него квартира в элитном доме возле торгового центра Сады Победы, там же, где живет Геннадий Труханов. Митинг прошел под знаменем украинских коррупционеров, теплым одеялом. На нем, соответственно, в случае четыре портрета Олега Жученко, Геннадий Труханов, одесский олигарх Владимир Галантерник и начальник областной полиции Дмитрий Головин. Организаторы пробега продемонстрировали схему дружеского взаимодействия четырех указанных граждан. Как считают общественники, эта схема организованной преступной группировки, которая разворовывает городскую собственность, уничтожает исторические памятники и парки. Каждый из своей позиции выполняет свою функцию и никаким образом не может происходить сбои в процессе дыребана и распила нашей взаимодействия. Наше место могло бы быть просто в топ-5 doing business, могло бы нереально отримать деньги и развиваться, как бы не эти четыре джентльмены. Прокурор к общественникам, конечно же, не вышел. До этого и не ожидали. Понятно, что ему доложили о проведении автопробега задолго до начала акции. Но общаться с народом высокие начальники стараются как можно меньше. Если же Олег Жученко снова проигнорирует требования оппозиции, разговаривать все же придется на новом антипрокурорском Майдане. Александр Виноградов, Сергей Коняхин, телекомпания «Круг». Одесса лишается своих достопримечательностей. Причем речь идет не только о старинных памятниках архитектуры, но и тех, которые появились в нашем городе относительно недавно. Так, после проводимого мэрии так называемого благоустройства на углу улиц Дерибасовской и Решильевской исчезла часть достопримечательностей, известной Одесситом как «Тень Пушкина». Благоустройство, которым не покладая рук занимается наша родная мэрия, не просто иногда вызывает массу вопросов, но и в некоторых случаях хочется поинтересоваться у представителей служб, им занимающихся, все ли у них в порядке с головой. Если да, то из какого места в таком случае растут их незнающие покоя руки. Одесситы уже давно привыкли к тому, что наша нынешняя городская власть больше занимается вредительством в отношении памятников Одессы. На днях горожане едва не лишились еще одной достопримечательности. Речь идет об объекте искусства, находившемся на пересечении улиц Решильевской и Дерибасовской, известном в Одессе как «Тень Пушкина». Этот памятный знак был придуман и реализован несколько лет назад с замечательным одесским скульптором Александром Князиком, известным одесситом своими работами, памятниками Дерибасу, Мицкевичу, Толстому и Морозли. Данный объект представлял собой тень великого поэта, когда-то жившего в Одессе и даже гулявшего по брусчатой мостовой главной Одесской улице. Ну, а тень как напоминание о том, что здесь когда-то был Пушкин. Впрочем, еще немного и даже тени от Пушкина не осталось бы. Все дело в том, что благоустраивая перекресток, коммунальщики просто не заметили арт-объект. Голова и верхняя часть туловища тени буквально исчезли под раскопанной там ямой. Нет, ну понятно, эти граждане не страдают высокохудожественным восприятием действительности, но глаза можно было разуть, прежде чем начинать что-то снимать, рыть и перекладывать. Или компания «Роздорстрой», близкая господину Труханову, которая и проводит работы, окончательно все дозволено в нашем городе. И самое главное, перед тем, как изуродовать тень, никто из горя благоустроителей даже не подумал обратиться к автору знака, Александру Князику. И только потом, уже испортив все, что можно было испортить, работнички собрали снятые с частями тени камни и увезли для сохранения. Ко мне никто, конечно, не обращался, ну вот, это правда, нужно было, конечно, со мной посоветоваться. Ну, в том смысле, что я бы помог, в общем, собрать это дело лучшим образом. Понимаете, там сложность будет в том, что у нас шаблона сейчас, поэтому мне надо будет на глазок. То есть это уже придется делать все на глазок заново. А так, понимаете, я не знаю, что вам даже сказать. Я думаю, что, знаете, город есть город, есть свои потребности. Вот совпало так, неудачно просто совпало, что на этом месте оказалась эта тень Пушкина. Теперь автору придется возрождать памятную тень. С другой стороны, не кажется ли вам, что слишком часто на пути благоустройства в нашей мэрии становятся памятники архитектуры? Ведь данный случай, пожалуй, пока единственный, когда ситуацию можно еще исправить. 24 декабря одесситы отметили Рождество в Летнем театре, расположенном в городском саду. К предстоящему Новому году заброшенная ранее территория, благодаря стараниям неравнодушных горожан, преобразилась до неузнаваемости и обрела праздничный вид. В минувшую субботу активисты призвали всех неравнодушных граждан преобразить территорию Летнего театра в настоящую зимнюю сказку. Несколько десятков человек, отозвавшись на предложение, собрались в субботу в Гурсаду и украсили живущую здесь настоящую елку. Украшения люди приносили с собой. Наобранные усилиями активистов территории одесситы устроили настоящее празднование Рождества с обязательными этому празднику атрибутами. Так что пришедшие в театр дети получили неизгладимые впечатления. Кроме новогоднего настроения присутствующим, в том числе и взрослым, получили и заряд сказочной радости от сваренного здесь же на костре красного украинского борща, а еще от визита Деда Мороза и Снегурочки. Так что Летний театр постепенно превращается в творческую площадку. И такой Летний театр одесситам нужен. Огромные бутоны роз. Правда, не выращенные в саду, а сделанные собственными руками. Одесситка Ирина Филатова имеет необычное хобби. Она создает цветы из бумаги. Красные, белые, розовые и даже синие бутоны способны превратить самую обычную квартиру в настоящую оранжерею. О необычном увлечении и удивительных цветах подробнее в нашем сюжете. Все женщины любят цветы, но Ирина Филатова любит их не только получать, но и создавать собственными руками. Причем в буквальном смысле слова. Каждый лепесток ее удивительных роз был рожден с помощью обычных ножниц, клея, разноцветной бумаги и фантазии. Как рассказывает девушка, к своему необычному хобби она пришла, находясь в декретном отпуске. Стало больше свободного времени и душе захотелось чего-то творческого и увлекательного. Захотелось что-то делать, не сидеть просто. Вот увидела, понравилось, попробовала, ну и все. А как вы увидели? Интернет. Все интернет. Много интересных идей с интернетом, много интересных идей моих. Это увлекает. Не чувствуется сложности. Это увлекает. Это интересно. Это приятно бумагой работать. Она мягкая, приятная на ощупь. На один цветок уходит около получаса. На такой вот подарочный букет целый день. Но ведь дело даже не в затраченном времени. Дело в том удовольствии, которое, по признанию Рины, приносит ей создание каждого бутона. Бумага все-таки это природный материал. И без души цветок не получится. В любом случае здесь есть душа. В каждом цветочке есть капелька моей души. Очень всегда стараюсь, всегда вкладываю душу в это дело. Такими цветами можно украсить не только свою комнату, но и сделать необычным любое торжество. От свадьбы до юбилея. И самое интересное, что таких цветов больше ни у кого не будет. И, кстати, эти цветы намного долговечнее срезанных бутонов. Особенно цветы выполнены из материала под названием изолон. В отличие от искусственных цветов из пластмассы и других неживых материалов, цветы в исполнении Рины кажутся удивительно настоящими. Может быть потому, что в каждый из этих бутонов Ирина вложила не только свое терпение, свой труд, свою фантазию, но и частичку своей души. Такое увидели последнюю неделю уходящего года наши корреспонденты. А мы поздравляем вас с наступающим Новым годом. Пусть он будет для вас удачным и плодотворным. Годом новых возможностей и достижений, наполненным яркими событиями и добрыми делами. Пусть все пути к намеченным целям окажутся легкими и приятными. Пусть рядом с вами всегда будут самые близкие люди. Пусть сбудутся ваши заветные мечты. Отличного настроения вам, оптимизма и только хороших новостей. Все вам доброго и до новых встреч в эфире.